Чеки в поселке Рисоопытный, как лаборатория под открытым небом. На этих полях новые сорта проходят своего рода испытания. Для того, чтобы потом засевать крупу, можно было в промышленных масштабах. На это потребуется не меньше двух-трех лет. Рисовое будущее Кубани демонстрирует Вениамину Кондратьеву. Сорт Крипыш, например, устойчив к болезням, а у фаворита высокая урожайность. С такой селекцией заветный миллион тонн кубанского риса уже не кажется фантастикой. Тем более, что качество кубанских семян удалось вывести на мировой уровень. Проблема лишь в нехватке земли под посевы. В каждой нашей кубанской семье должен быть наш кубанский рис. Миллион тонн кубанского риса – это миф или реальность? Реальность. Вот дополнили эти 10 тысяч гектаров, и без напряга Кубань миллион производит. Все, я думаю, что давайте договоримся, что я постараюсь с них, а вы постарайтесь с миллионом тонн. Да, постараемся, конечно. Почти 100% рисовых чеков на территории края засевают кубанскими семенами, а это почти весь рис, который выращивают в России. Наглядный пример, что импортонезависимость при системном подходе – не пустые разговоры. По пути рисоводов в Красноармейском районе пошли и животноводы, рассказывают Вениамину Кондратьеву. На молочной ферме вся корова выращена на Кубани. Надой при этом почти 9,5 тонн молока в сутки. Это важно, что это отечественное стадо. Это принципиально отечественное стадо. Мы сегодня говорим об импортозамещении, но, знаете, нам сегодня надо не потерять то, что у нас было. И тогда ничего замещать не придется. Мы просто свое берем, растим, и другого нам сегодня не надо. Всего же суточный надой в районе около 80 тонн молока. Но этого все равно не хватает, даже чтобы полностью загрузить хотя бы один перерабатывающий завод. И это при том, что Красноармейский район позиционирует себя как аграрный. На встречу с активом Кондратьев обращает внимание. 77 тысяч гектаров – это больше половины всей пахотной земли в руках у крупных агрохолдингов. Две компании с юридическим адресом в других регионах, а значит и отдачи от них нет. Так налоги все туда и уходят, получается? Нет, налоги, НДФЛ, все имущественные налоги платятся здесь. Прибыли нету, Геннадьевич, прибыли нету. Они мало того, что не интегрируются никакими социальными программами в район, еще и, в принципе, забирают налоги, а именно это так. В том случае, но это не совсем правильное поведение. Если оно не совсем правильно, давайте попытаемся поставить их на место. Я думаю, что нет чего зазорного, чтобы мы максимально могли показать зубы. Андрей Николаевич, давайте четко по этой зоне вынесем на ЗСК, рассмотрим возможность поднятия налога непосредственно по этой зоне за землю. Если не понимают умом, то, может, дойдут ногами. Бюджет района больше, чем наполовину, зависит от краевых средств. Собственных денег не хватает ни на благоустройство, ни на выполнение социальных гарантий. Больницы и поликлиники на редкость не испытывают острый кадровый голод. А вот зарплаты медработников вызывают вопросы. Они значительно ниже, чем в среднем у коллег по краю. Если врач не будет удовлетворен социально-бытовыми условиями, то, конечно, ни о каком качественном лечении лечи быть не может. А кроме того, если он не будет получать зарплату от государства, я еще раз подчеркиваю, он ее будет получать любым способом от пациента. Проблему социального обеспечения врача нам решать нужно. Зарплата будет повышена или нет врачам? Уже идет реальное повышение. Когда она будет завершена, то можно понимать, что они получают достойную зарплату. Кроме невыполнения муниципального заказа? Когда? Я думаю, что к концу года. Все. Присаживайтесь, спасибо. Протокол только занесите, коллеги. Самостоятельно не может район решить и другие проблемы. Главе региона жители жалуются на очереди в детские сады, нехватку спортплощадок, отсутствие работы. Сегодня я не видел апгрейда, то есть не увидел перевооружения, не увидел то, что завтра будет давать дополнительную прибавочную стоимость. На одной легенде ехать невозможно. Сегодня вы подкрашиваете, подбеливаете, подпираете. Но и у Шифера есть предел, которым все покрыто. И он уже, поверьте, уже на износик. Поэтому сегодня, я еще почему и сказал, смешанные чувства. Восторг тем, что вы сумели сохранить этот потенциал, что вы поддерживаете. Ну и давайте думать о будущем. Давайте думать о завершенном дне. В работе над настоящим и будущим района край готов оказывать поддержку. Решения проблемы могут найти в федеральных и краевых программах, но только при условии софинансирования. Для привлечения собственных средств Кондратьев предлагает району развивать не только АПК, но и как вариант сделать упор на придорожный сервис. Виды дороги к морю проходят через Красноармейским. И по подсчетам сегодня в среднем по ним движутся около 70 тысяч машин. Мария Крошная, Александр Иванченко, Денис Перец и Денис Маскаленко, Кубань-24, Красноармейский район.